Основная проблема была именно с заключениями договоров, беспрепятственным заключением договоров. И пожелание предпринимателей было иметь возможность заключать договора. После того, как закончилось совещание с предпринимателями, тоже по инициативе Соловьева Александровича, нашли компромисс с региональным оператором. Сегодня второй день проводится на площадке торговой промышленной палаты, первый день был на площадке бизнес-инкубатор. В рамках образования вчера удалось найти компромиссные решения, которые позволили все-таки иметь возможность заключения договоров по УЗУ твердых коммунальных отходов именно со школами, с детскими садами. Сегодня проходит второй день. Вы видите, что очень активно приходят люди. Спасибо большое, что тоже откликнулись, чтобы не получилось так, что мы позвали региональный оператор, позвали представителей для заключения договоров, никто не пришел. Нет, на самом деле люди пришли, предприниматели откликнулись, они пришли. Сейчас очень активно идет процесс заключения договоров, обсуждений. Также есть, конечно, какие-то моменты недопонимания, но мы в рабочем порядке пытаемся все-таки компромиссные решения найти. Следует отметить, что все-таки с той мертвой точкой, которая была на протяжении предыдущего времени, все-таки какой-то сдвиг есть. И этот сдвиг именно в положительную сторону, в сторону. Какие-то шаги уже, как бы мы видим, со стороны регионального оператора все-таки пошли навстречу. То есть начался диалог. Завтра еще третий день. Также в пользу случаям хочу попросить все-таки предпринимателей поучаствовать. Во-первых, это удобно делать. Это в городе Балаково не ездить в Саратов, не пользоваться услугами МФЦ, и попробовать здесь, и опять же, в процессе диалога можно найти какие-то точки соприкосновения компромиссные, которые удовлетворили бы потребности наших предпринимателей, ну и, соответственно, вложиться в рамки тех законов, на основании которых работает региональный оператор.